Бейсбольная перчатка – это замечательная вещь. Сначала она выглядит такой новенькой и красивой, но со временем к ней привыкаешь, как ко второй коже. Игрок и его перчатка просто неразлучны. Вместе с ней он исполняет свои мечты и добивается поставленных целей. Прародителями современной бейсбольной перчатки были грубые кожаные рукавицы. Все начинается с гидравлического пресса. Им делают набивку под пальцы рук. Дырочки нужны, чтобы прикрепить набивку к перчатке. Этим устройством вырезают из кожи наружную часть перчатки. На ней тоже есть дырочки. Также им вырезают так называемый карман для перчатки. Затем на коже выбивают логотип фирмы-изготовителя. Кроме логотипа на перчатке отмечен тип кожи. Потом переднюю и заднюю часть кармана соединяют вручную. Переплетенные ремешки кожи делают перчатку более эластичной и гибкой. Карманы стали делать с 30-х годов. Затем карман зашивают. Кончики кожаных ремешков приклеивают и края сшивают вместе. Тем временем внутреннюю часть перчатки тоже прошивают. Наконец, с внутренней частью покончено. Именно ее будет касаться рука игрока. Затем пришивают подушечки. Они делают перчатку более мягкой и удобной. Потом приступают к верхней части. Ее сшивают, подложив между двумя краями кожаный шнурок. Так швы на перчатке получатся намного крепче и надежнее. На кожу распыляют специальный защитный спрей, а затем сшивают части перчатки. Между краями опять подкладывают кожаный шнурок. Готовую верхнюю часть перчатки надевают на форму, нагретую до 120 градусов. Нагреваясь, кожа становится более податливой и эластичной. Затем верхнюю часть перчатки выворачивают, используя при этом специальный шест. Он очень гладкий, поэтому не может повредить кожу или швы. Все получилось идеально. Затем внутреннюю часть перчатки надевают на форму, а сверху натягивают верхнюю. Обе части должны плотно прилегать друг к другу. Затем наносят специальную смесь, которая делает перчатку более гибкой. Одну подушечку помещают в большой палец, а другую в мизинец. Железным прутом ее заталкивают внутрь. Затем перчатку прошивают толстым кожаным шнурком. Это долгое утомительное занятие, которое занимает час. Это надо делать вручную. Шнурок должен быть натянут не слишком сильно и не слишком слабо. Для закрепления делают специальные петли и узлы, которые завязывают тоже вручную. Затем перчатку снова надевают на специальную форму, которая делает ее шире. Тогда игроку будет проще надевать ее на руку. Теперь она действительно похожа на перчатку. Перчатки бывают разных цветов и размеров. Перчатки, сделанные вручную, по праву можно назвать произведением искусства. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok